Здравствуйте, это канал компании Viva Telecom, меня зовут Вадим Калинин и сегодня мы вновь протестируем еще одну пару станций от производителя Lira, называется станция P510H, это одна из самых мощных представленных у нас моделей, будем тестировать ее на стандартных точках городских условиях города Краснодара. Выходная мощность у станции до 7 ватт, то есть запрограммировали мы максимальную мощность на передатчике, работать она будет на частоте 440 МГц, чувствительность приемника у нее 20 или 0,2 микровольта. Далее антенна используется штатная, не настраиваемая на широкополосную, поэтому вот опять будем использовать ее в середине диапазона. Посмотрим, что у нас получится. Должны быть результаты, в принципе, одни из самых лучших с этими станциями. Проверим. Проверка выходной мощности радиостанции Lira P510H. Мощность запрограммирована полная, питание идет от штатного аккумулятора. Аккумулятор полностью заряжен. Измеряем выходную мощность прибором Nisei DG-503. Нажимаем кнопку передачи. 7,3 ватта. Соответствует заявленным характеристикам, даже чуть больше. На первой точке удаления 680 метров. Плотная городская застройка. Скульптурник, посчитай, пожалуйста, до 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 баллов, все нормально. Вторая точка ровно 1000 метров. Точка 2. Нами, досчитай, добить не. 1, 2, 3, 4, 5. Спасибо. Все, спасибо. 5 баллов. Третья точка 1400 метров. Третья точка больница. Досчитай, добить не, пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5. В принципе, 5 баллов. На второй точке были высоковые изменения еще из-за этого больших моментов. Спасибо. Сейчас это рация. Четвертая точка 1800 метров. Пятая точка 2 километра 100 метров. Пятая точка 2 километра 100 метров. 110 аж, точка 5, тройка. Посчитай до 5, пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5. Спасибо. 5 баллов. Шестая точка 3 километра 100 метров. Точка 6. Самая удаленная по Калиру. Пятая точка 6. Завершили мы тестирование Лира П510 в городских условиях. Станция показывает средние результаты, скажем так. На уровне Motorola DP1400 она также отработала. То есть, в 5 точках связь была фактически идеальной. Динамик достаточно громкий. Но, опять же, у Motorola, естественно, звук чище. Потому что она может работать в цифре. Ну, та, которую мы тестировали. Соответственно, звук у нее лучше. Здесь только аналог. И динамик несколько глуховат. Поэтому звук четкий. Но к громкости хотелось постоянно добавить. Но еще нам не понравилось управление. То есть, регулятор достаточно мелкий. Каждый раз приходится присматриваться при переключении каналов. И при регулировке громкости. То есть, чтобы им управлять, в перчатках у вас это сделать уже не получится. То есть, регуляторы на одной оси расположены. И шаг у них достаточно мелкий. По аккумулятору претензий нет. В принципе, он не разрядился. На всех точках был протестирован. До сих пор заряд у него фактически полный. Так что, с этим вопросом проблем нет. У кого появились вопросы по станциям или по тестированию, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. До свидания. Сводная, кстати, таблица с тестированием всех радиостанций будет доступна по ссылке под видео. Заходите, смотрите. Так что, субтитры добавил DimaTorzok. Продолжение следует...